Дыши со мной Дыши со мной Может быть когда-то мы увидимся с тобой Дыши со мной Отражая тени мы танцуем по водой Дыши со мной Может быть когда-то мы увидимся с тобой Дыши Стойте вы куда? Без пропуска нельзя Мою жену арестовали сегодня Я ее должен увидеть Моя фамилия Ветров Это вот ему без пропуска можно Хорошо, где взять пропуск? Приходите завтра, если вам повезет, будет А сегодня никак нельзя? Нет, извините, нельзя Петя, с полезы Что произошло? Карине при столе цыганки около метро Она испугалась, оттолкнула одну из них Та упала, покатилась вниз по лестнице Я подробностей не знаю, Карина здесь Цыганка в больнице и если она умрет Я не знаю, что будет Что Карина в метро делала, у нее есть своя машина Карина утром была у врача И врач запретил ей садиться за руль Мне звонить он тоже ей запретил? Я был свободен, мог ее подвезти Да она боится тебе звонить Том! Ты думаешь, приятно каждый раз Навязываться? Я делаю, что могу, Том! Прекрасное утешение! Мой муж меня не любит, но зато делает Все, что может Совесть не позволяет бросить беременную жену А мучить ее Совесть позволяет? По-твоему, я должен ее бросить? Может, прямо сейчас? Может Может, иногда и важно вовремя уйти Карина давно бы нашла себе свободного мужика И звонила бы ему Тогда, когда нужно было бы Том, я тебя прошу, а? Давай сначала будем думать, как ее из тюрьмы вытащить Вот и думай, Петенька! Думай! А, Петр Ветров, счастливый и влюбленный Как поживает твой гарем? Слушай, Вадим, а у тебя нет хорошего адвоката на примете? Что? Что произошло? Карина в метро случайно на лестнице толкнул цыган В общем, цыганка в коме Карина в СИЗО Я ничего сделать не могу, меня к ней даже не пускают Да и не пустят Тут связи нужны Ладно, как-нибудь устроим тебе свидание И адвоката найдем Ладно, все, ты не дергайся там Спокойно Я тебе перезвоню, хорошо? Все, держись КОНЕЦ КОНЕЦ Как дела? Как Карина? Карина столкнулась женщину с лестниц Цыганку В общем, Карина в СИЗО, цыганка в больнице В тяжелом состоянии Давай завтра об этом поговорим, я очень устал Чем это так вкусно пахнет? Мои любимые сырники Мои любимые сырники и моя любимая женщина Чем же я это все заслужил? Прости, на завтрак нет времени Ну, останься, хотя бы на пять минут поешь Очень вкусно Действительно, надо бежать Я тебя люблю Ты сделала тест? Давай потом Сейчас, главное, Карина Остальное, как получится Ладно, послушай У нас все обязательно получится И ребенок у нас тоже будет Если не сейчас, значит потом Я тебя очень люблю Все, я ушел Обязательно сделай тест Я позвоню, как только освобожусь Счастливо 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 Но вполне вероятно, что у тебя скоро будет еще один внук или внучка Матенька, ты беременна Да не я, Лана Правда здорово? И ты считаешь, что это хорошая новость Все, мам, я с тобой скоро вообще смахнусь А что плохая? А что плохая? Плохая Еще одна безотцовщина Любовь, любовь у них С Петей, видали мы такую любовь Я уж не говорю о разнице в возрасте У него своя жена беременная Вот родит она ему ребеночка И ваш Питенька, сердобольный Тут же побежит к Карине Как пить дать И к Фрейду даже вашему ходить не надо Зато заценивать через 3-5 минут при комнатной температуре Привет! Привет! Привет, привет! Привет! Что-то случилось? Да нет, я просто проходила, думаю, зайду, посмотрю, куда ты картину отца Мам Все-таки ценные вещи Мам, раньше ты не интересовался Вот, не успела еще повесить А, вижу А ты у Петя попросила А, кстати, где он? А Петя в тюрьме у Карины Только не надо делать вид, будто ты ничего не знаешь Нет, знаю И, между прочим, совершенно не удивилась И если хочешь знать Я не хочу знать, мам Это наше с Петей дело Хорошо, ладно Ну, конечно, вы сейчас все умные и совет вам не нужен Ты что-то очень бледная Или мне кажется… Тебе кажется, я не бледная А, чего ты все время смотришь на часы? Я к тебе пришла со всей душой Помочь как-то, поддержать тебя А ты все время смотришь на часы Знаешь, Лан У тебя есть время на Петю А вот на родную мать У тебя времени нет Ты такая же эгоистка Как твой отец Мам, ну прекрати это, пожалуйста Я тебя очень люблю Да Ну ты чего? Да, у вас примет, да Это уже оговорно, да Здравствуйте Конечно, конечно Могу войти Том, ты прилетела А чего так рано не предупредила, не позвонила? Я соскучился Соскучился? Я так соскучился, Том Соскучился? Ну, в этом я не сомневалась А вообще-то я прилетела по делу Подожди, что случилось? По какому делу? Не понимаешь? Нет Ну, это твои проблемы Я правда не понимаю ничего Я не хочу ничего объяснять Мне нужны мои драгоценности Документы на нашу с тобой недвижимость И свидетельство о рождении детей Ты не знаешь, случайно, где они? Подожди, зачем тебе? Я положил в банковскую ячейку Тебе сейчас драгоценности понадобились? Да Мне понадобились Мне все сразу понадобилось Зачем? Ну, это, знаешь, с тобой общее имущество И я имею на него полное право Подожди, Том, я не понимаю Если через три дня Ты не предоставишь мне все перечисленное Я звоню своему адвокату А у тебя есть адвокат? Я казаться Машин Занина Ивановна, здравствуйте! Лана, у меня к тебе просьба. У меня не до знакомых. У меня голова кругом идет. Скоро Игорь с Дашей приезжают, а у меня ничего не готово. Ну, вы на себя наговариваете, Нина Ивановна. У вас всегда идеальный порядок. Нет, я не успеваю Дашу комнату приготовить. Не поможешь? Я бы сама управилась, но мебель надо передвигать. Что значит комнату? Ну, Дашу куда-то посерить надо. У нас две комнаты. Моя Игоря. И вот мы решили, Игорь перебирается ко мне, у меня побольше комнат, а Дашу в маленькую, но зато отдельную. Я ничего не понимаю, Нина Ивановна. Даша будет жить у вас? Это Игорь вам сказал? Ой, Ланочка, так я думала, что ты знаешь, что вы договорились. Как сообщают источники ГУВД Санкт-Петербурга, следствие по делу Карины Ветровой приняло новый оборот. Теперь родственники пострадавших утверждают, что драка, в результате которой их соотечественница Лала Машанова оказалась в коме, произошла на почве национальной неприязни. Если этот факт будет доказан, то приговор суда будет суровым. Напомню, что Гарина Ветрова. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Петр Александрович. Вот зашел узнать, все ли клиенты разбежались. Да, пресса работает хорошо. Честно говоря, утром было вообще ужасно. Но людей можно понять? Хотя вы бы слышали, что они здесь говорили. Я бы убила этих газетчиков. Так что, сколько заказов осталось? Или уже ни одного? Ну, вообще-то у нас их даже больше, чем обычно. Не понял. А Тамара Сергеевна все исправила. Даже нашла новые заказы. Тамара Сергеевна? А что она здесь делает? Она помогает своей подруге. Ты не против? Да нет. Привет. Просто как-то не ожидал. Бездельница, живущая за счет своего мужа, иногда бывает полезной. Что сказать тебе, бездельница? Спасибо за помощь. Верочка, будьте добры, сделайте, пожалуйста, кофе. Для Петра Александровича. Да, конечно. Спасибо. Вообще-то я для подруги стараюсь. И сейчас деньги, ой как нужны. Да и за адвоката тебе явно нечем платить. Ничего. Возьму в долг. Что и требовалось доказать. Вот я и не понимаю, почему Карина за тебя так держится? Времени у тебя для нее нет. Денег у тебя для нее нет. И чувств, кажется, тоже не осталось. Кроме чувства вины и чувства долга. Том, как здорово, что ты пришла. Может, уже пора уходить? Слушай, ладно. Что там с адвокатом? Небось, такое же ничтожество, как Вадим. Это же он его сосватал. Том, ну хватит уже. Вадим, между прочим, тебя любит. Любит. Меня. И еще много других женщин. Ты, кажется, тоже любишь Карину? Или Лану? Ну, прости, запуталась. Спасибо. Спасибо. Привет, сестренка. Ой, привет. Ну, рассказывай, беременна? Не знаю, еще не успела сделать тест. Ну, да ладно, завтра сделаю. Ну, вот. А я расстроилась. У меня другой повод для расстройства. Игорь, хочет забрать у меня Дашу. Как это? Просила Нину Ивановну, чтобы она сделала Даше комнату в его квартире. Ну, а ты что? Буду с ним разговаривать. Ну, отправи. Все нужно обговорить. Только, сестренка, ты учти, что Игорь математик, а математиков убеждают только рациональные доводы. Учту психолог. Учту психолог. Давай. Пока. Пока. Привет. Ты решила забрать у меня Дашу? Вот хорошо, что Дашка сейчас в бассейне и не слышит, какую ерунду ты несешь. У меня и мыслях не было настраивать ее против тебя. Да. А зачем ты попросил Нину Ивановну, чтобы она сделала комнату для Даши? Просто Даша не сможет так быстро привыкнуть к тому, что Петр твой муж. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, у нас обед. Ну, ладно, говоришь, поздно. Какое это время? Это сколько? Неделю, месяц, два? Ну, сейчас сложно сказать наверняка. Игорь, давай рассуждать рационально. Давай. Во-первых, дети очень быстро адаптируются к новой обстановке. Примером тому служит хотя бы вот ваша эта поездка в Австралию без меня. Раньше мы с Дашей на день не расставались. Я согласен. Точно так же. Она привыкнет к новому месту жительства. Со мной и с Петей. И, между прочим, у меня уже готов для нее уголок. Это, конечно, не отдельная комната. Я просто прошу тебя, дай Петру шанс наладить те отношения с Дашей. Слушай, ты меня так уговариваешь, как будто я монстр какой-то. Я согласен. Я согласен на все. Только бы Даше было хорошо. Спасибо, Игорь. У меня просто гора с плеч. Я сегодня только что не передумала. Ладно, давай пока. Целуй за меня Дашу. Пока. Пока. Здравствуйте. А, добрый вечер. Здравствуйте. Вы сказали, у вас хорошие новости. Да, да, да. Все отлично. Значит, мы поступим следующим образом. Карина Германовна должна признать себя виновной. А я попытаюсь добиться минимального срока ее наказания. Подождите. Я что-то, наверное, не так понял. Нет, вы все правильно поняли. Это единственный вариант. Искреннее раскаяние всегда работает. Мы заставим замолчать газеты. Да к черту газеты. Тихо, 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 тихо. Карина не должна сесть в тюрьму. Послушайте, в данном случае добиться оправдательного приговора, после того, что написано. Вы трус. Вы боитесь за свою шкуру. Общественное мнение. А как же интересы клиента? Я защищаю репутацию вашей жены. Вы свою репутацию защищаете. Послушайте, если вы меня будете оскорблять, то мне придется отказаться от вашего дела. Не трудитесь, вы уволены. И не беспокойтесь, ваши бесполезные услуги будут оплачены. Да, понимаете, Герман Иванович, это наш с Кариной общий знакомый вечно попадает в какие-то ситуации. В общем, ему нужен хороший адвокат по уголовным делам. Да, готов. Пишу. Воро. Спасибо огромное. Всего доброго. Ладно, можно минуту не стучать. Семен Николаевич, здравствуйте. Мне ваш телефон дал Герман Бородин. Меня зовут Петр Ветров. Я буду краток. Мою жену обвиняют в покушении на убийство цыганки. Вы, наверное, читали эту историю в газетах. Может быть, в виде исключения вы... Мы заплатим, сколько скажете. Я понял. Спасибо. Всего доброго. Отказался. Сказал, что вышел на пенсию. Извини, у нас гвозди. Ну, вот они. Не помню, чтобы мы ремонт затевали. Ну, ты в последнее время вообще многое сбываешь. Я вижу, ты не скучаешь. Да. Веселюсь вот. Как тебе цвет? Нравится? Не знаю. Сейчас как-то голова другим занята. Я тоже переживаю за Карину. Я вижу. Ну, а что должна делать? Диплома адвоката у меня нет. Бегайте охоть по квартире. Не обязательно охоть. Просто странно как-то. Человек в тюрьму может сесть, а ты ковер вешаешь. Поехали. КОНЕЦ 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 Да, алло. Алло. Лавка, привет. Ну, ты чего не звонишь-то? Я же умирала от любопытства. Ну, рассказываю буду я еще раз тете или нет? Извини, я забыла. Перезвонить тебе? Ну, да. У беременных иногда бывают проблемы с памятью. Проблемы с памятью у Пети, а не у меня. Он вообще забыл про мою беременность. Даже не интересуется. Будто ему вообще все равно. Ну, перестань ты. Ты же понимаешь, что это все из-за Кореи. Я все знаю, все понимаю, но мне обидно. Да, я понимаю, обидно. Ну, мне это ты хотя бы расскажешь. Что там, какой результат? Прости, а потом тебе перезвоню. Добрый день. Семен Николаевич? Да, да. Меня зовут Светлана. Вам звонил мой друг Петр Ветров по поводу того самого… Простите, но я уже сказал, что не возьму это дело. Я знаю. Но, может быть, все-таки вы согласились бы меня выслушать? Это очень важно. И не займет больше пяти минут. Послушайте, я живу далеко от Санкт-Петербурга. Я стою у вашего дома. Ну, вот. Что с вами делать? Заходите, хорошо. Ну, хочешь, я попрошу, чтобы тебя посмотрел врач? Я не хочу. А если с ребенком что-нибудь не так? Я просто не смогу, я не смогу это пережить. Так, все, хватит. Может, он просто напуган и затаился. Эй, малыш, не бойся. Я здесь, я рядом. Я тебе в обиду не дам. Ну, давай. Ну, поговори со мной. Да вот идишь, ничего не происходит. Тихо. Не мешай нам разговаривать. Извините, Светлана, но я оставил практику пять лет тому назад. Решил пожить немного для себя. Я даже в город не езжу. Устал от суеты, понимаете. Значит, уговорить вас мне не получится. Мы обращались к другому адвокату, но он испугался. После выхода статей в газетах он просто не захотел рисковать. Скажите, простите мое любопытство, эта Карина, она ваша подруга или родственница? Она жена моего любимого человека. Вот оно что. А что же вы так стараетесь ради соперницы? Она ждет от него ребенка. За тридцать пять лет моей практики я не видел женщину, которая так забывала бы себя ради любимого человека. И тем не менее, я вынужден вам отказать. Позвольте, я закончу. Дело в том, Светлана, что я болен. У меня, к сожалению, рак. И я просто могу не успеть завершить ваше дело. Ну, почему вы мне сразу не сказали? Вы меня простите за мою назойливость. Не спешите, подождите. Значит так, жил на Свете один мальчик. И были у этого мальчика мама и папа. Ну, папа был так себе, а мама была очень красивая, умная и веселая. И она хотела, чтобы всем вокруг тоже было весело. Поэтому любила устраивать праздники. И что бы ни случилось, этот малыш всегда знал, что мама и папа любят его больше всего на свете. Очень хорошая сказка. Ты знаешь, я даже почти рада, что оказался тюрьмой. Подожди. Ты чувствуешь? Он толкается. Он толкнулся. Еще сильнее. Скажите, а я могу вам посоветовать другого адвоката? Конечно. Я запишу его адрес. Можно? Где он живет? Да, очень близко. Левушка, дорогой, можно тебя на минутку? Здравствуйте. 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 Ты звал меня дед? Да. Все в порядке? В порядке. Подойди, я хочу тебя представить. Светлана, вот человек, которого я рекомендую вместо себя. Как вы уже поняли, мы похожи? Это мой внук. Он пошел по стопам деда и давно уже перегнал меня. Чем я очень горжусь. Здравствуйте. Лана. Приятно познакомиться, Лев. Ты слишком много говоришь, дед. А ты не любишь, когда тебя хвалят. Левушка, тут очень сложное дело. Надо помочь. Конечно, дед. Я не смог заставить его принимать лекарства. Но это единственное дело, которое я проиграл. Ну, вот и отлично. Теперь вы в надежных руках. Ну, что такое? Света, ну, что такое? Все в порядке. Простите, это нервы. Я, понимаете, уже не надеялась. Привет. Здорово. Да. Добрый день. Здравствуйте. Это адвокат Лев Воро. Лев? Да, Лев Воро. Очень приятно. Я внук Семена Воро. Да. Да. А… Я буду вести ваше дело. Ага. Я уже договорился о свидании вашей супругой на завтра. Я понял. А примерно… Поговорим при встрече. Всего доброго. Да. Да. Спасибо. Хорошо. Спасибо. И вот, мне снится, что у меня пропал дружлак. А главное, я понимаю, что без дружлака мне дальше жизни нету. Я всю кухню перебрала. Сижу за столом и рыдаю. И вдруг… Слышу шум. Оборачиваюсь, а на пороге Женечка стоит. И вот так протягивает мне дружлак. Мам, ну вот ты хоть представляешь, как ты смешно сейчас выглядишь. Я тебе как начинающий психоаналитик могу сказать, что дружлак снится к макаронам. Да, да, здесь так и написано. Так что ты свари их на обед и успокойся уже. Нет, это очень серьезно. Дружлак – это метафора. Твой отец с того света мне помогает. Лучше бы он помогал нам, когда он был на этом свете. Мам, хватит уже, а? Позавчера тебе снилось, что он квартиру убирает. Неделю назад, что он огород пропалывает. Как бы он не надорвался, бедный. Насмехаешься. Мама, это просто сон. Кто не мечтает о заботливом мужа? Хватит уже. Ты видишь, я занимаюсь, ты меня отвлекаешь. Значит, ты не веришь, что у нас с ним духовная связь? А четыре года назад, в день его смерти, у меня же было предчувствие. Это как называется? Да четыре года назад ты его просто ненавидела. А как узнала, что он умер, так сразу предчувствие. Предчувствие. Надо же, кто приехал. Любимый муж. Я тоже рад тебя видеть. Поговорим? А что такое? Неужели соскучился? Нет, я приехал соболезнования себе принести. Не каждый день твоя лучшая подруга в тюрьму попадает. Что тебе надо? Мне интересно, где ты деньги возьмешь на адвоката? Ну, ты так не волнуйся. Твои миллионы нам не нужны. Да ну. А кто недалеко, как вчера, требовал документы на имущество, а? Да пошел к черту. Томочка, ты не строишь себе взрослую девочку? Ты говори, сколько надо. Слышь, ты когда не получится, ты мне звони, я денег дам. Ладно, я вернулся. Можешь меня поздравить? Мне все-таки удалось уговорить Паваро взять дело Карины. Правда, это будет Паваро-младший, его внук. Поздравляю. Зря я, Надежда, на тебе все это говорю, да? Тебе же не интересно. Ладно, я идиот. Прости меня, пожалуйста, я совсем забыл. Ну, какие результаты? Я не беременна. Я очень этому рада. Почему рада? Ты что, больше не хочешь ребенка? Ты же была счастлива. Да, я была счастлива. До того, как ты из-за Карины забыл обо всем на свете. Лан, ты же видишь, что происходит? Я сейчас просто обязан быть рядом с ней. Я понимаю, тебе неприятно, что я столько времени провожу с ней, но попробуй меня понять. Она мне не чужой человек. Том, то и дело, она твоя жена. У вас будет ребенок. Петя, а кто же я? Лан, ну… Подожди, не перебивай. Может быть, это тебе покажется смешным, но мне кажется, я тебя теряю. Что однажды ты уйдешь к ней и уже не вернешься. Она постоянно с нами. Вот и сейчас мы говорим о ней, мы ссоримся из-за нее. И это в наш медовый месяц. Лан, я люблю тебя, а не ее. Тебя. И ты это прекрасно знаешь. Ну, она часть твоей жизни. Наверное, я постараюсь как-то там с годами привыкнуть к этому. Но пока будут докучать тебя своими жалобами. Все, я все сказала. Какая же ты у меня. Прости меня, пожалуйста. Прости. Я очень тебя люблю. Все, я с тобой. Все. Знаешь, когда я сегодня был у Карины, малыш столкнулся. Лан, что случилось? Лан! Да, Лев. Хорошо, я завтра с утра подъеду. Лан! Простите, кому привет? Светлане? А вы что, знакомы? Ясно. Да, вам тоже. Всего доброго. Лан! Это, оказывается, ты договорилась насчет адвоката? Лан, ну, прости меня. Ну, открой, пожалуйста. Лан, я болван. Я сам не знаю, что говорю. Прости меня, пожалуйста. Ну, подожди. Ну, подожди. Я просто, подожди. Ну, подожди. Давай. Удобно. Светлана. Удобно. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok